Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Как встретились, так поговорили. Олег Пеков в студии, мне помогает звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях российский биограф, писатель Игорь Аболинский. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Сегодня как раз-таки в Доме Москвы ваша авторская программа. Я даже не знаю, стесняюсь назвать это лекциями, поскольку это спектакли. Ведь это спектакли, да? Ну, вы знаете, я стараюсь рассказывать так, чтобы было интересно. Потому что я не претендую на... Потому что когда мы говорим слово лекция, это сразу потом хочется проверить конспект и принять потом зачёт, да? Я всё-таки работаю не для совести, а для радости. И мне хочется, чтобы те зрители, те слушатели, которые на вечера приходят, они получали удовольствие. Потому что, знаете, я всегда говорю, ну вот мы сегодня будем размышлять вместе про Амидео Модильяне. Потому что мы не можем прожить без Модильяне. Конечно, можем. Но насколько богаче будет жизнь с историями Модильяне. Поэтому я это называю авторский вечер. Потому что я делюсь своими размышлениями. Я рассказываю о встречах с людьми, которые знали моих героев. Я рассказываю о тех местах, где я побывал. А места, они имеют самое непосредственное отношение к тем событиям, о которых пойдёт речь. Поэтому, если определять формат вечера, то скорее это авторский. Такой авторский вечер. И не только, я понимаю, ведь пойдёт речь о Модильяне, но и о тех женщинах, с которыми сводила его судьба. И это, конечно же, Анна Андреевна Горенко, Анна Ахматова и его последняя любовь, трагическая любовь, тоже о ней пойдёт речь. Жанна и Бютерн, да. С Анной Андреевной они познакомились, когда она только-только вышла замуж за Николая Гумилёва. Ведь причём сам же он её привёз вот в Париж и получалось так, что... Гумилёв-то? Да. Конечно, свадебное путешествие. Она ещё говорила, Коля, нам путеводитель же, наверное, нужно купить. Он отвечал, какой путеводитель? Я буду твоё путеводитель. Я буду тебя водить. И вот он её водил до такой степени, что она садилась за столик и первым делом снимала туфли, потому что сил уже не было, уже было столько хожено, перехожено по этим парижским улочкам. Знаете, она ведь потом, когда рассказывала о Модильяне и своей встрече с ним Иосифу Бродскому, она спросила, Иосиф, ну как вам? И тот ответил, Анна Андреевна, это Ромео и Джульетта в изложении царствующих особ. И Бродский потом говорил, почему никто не экранизирует? Это ведь готовый сценарий для какого-то фантастического фильма. Фантастический, потому что, ну, кажется, что такое не бывает, а так было на самом деле. Вот я сегодня все эти истории буду рассказывать. Ведь у неё рисунок Модильяне в самые жуткие, самые тяжёлые времена она не расставала с этим рисунком, хотя их было много, ведь многие из них пропали. Все пропали, она их привезла, и они исчезли, они не исчезли, они были уничтожены, когда пришли с обыском, и эти рисунки использовали для самокрутки. Ну, а в чём курить-то ещё? Вот те, кто обыскивали, что-то искали, вот они так решили судьбу этого наследия. А одна работа действительно сохранилась, и вот я сейчас снимал фильм о Бродском. И программа называется «Место гения», это такой цикл документальный, и мне хотелось, рассказывая о Бродском, конечно, оказаться и в пространстве Анны Андреевны Ахматовой. И вот когда я пришёл в фонтанный дом в Санкт-Петербурге, то в одной из комнат увидел рисунок Модильяне. Так что, знаете, у меня всё время такие хрустальные мосты, из одной истории они переходят в другую. Такая сага можно, сага 20-го, 19-го, ну и уже, наверное, 21-го века получается. Но ведь, если говорить о Модильяне, возвращаясь в его юность, удивительная история, ведь 20-ти, получается, по-моему, двухлетний юноша уезжает из Ливорна в Париж. И вот кажется, что в Париже в то время ведь были абсолютно все. То есть, вот такое ощущение, что скопление гениев на квадратный метр, оно какое-то зашкаливающее. То есть, когда вот один только просто список имён, которые сидели в кафе, спорили друг с другом, занимали друг у друга пару франков, поскольку все голодали. Чем вот можно объяснить, что именно Париж стал вот этим метром? А вы знаете, что ещё происходило? Вот вам, я же обещал мост хрустальный, вот вам мост хрустальный между Модильяне и Ригой. Знаете, какой? Потому что в том же самом году, когда в Париж приезжает юный Амидео Модильяне, в Париж приезжает Сергей Михайлович Эзенштейн. Потому что батюшка с матушкой его повезли от ужасов первой революции, от этих беспорядков туда. И Эзенштейн потом вспоминал, что это было счастливое время, потому что мама с папой хоть не ссорились. А почему не ссорились? А потому что у матушки деньги были свои, и она ходила, делала покупки бесконечно. А отец был счастлив, что вот они могут расстаться, потом вечером встретиться, поужинать каждый погружённый в свои мысли. Так что такое пересечение. А что касается Парижа, ну да, это действительно был город гениев, но я думаю, что он и остаётся таковым. Хочешь почувствовать себя гением? Поезжай в Париж. По-моему, правда, и сегодня такая иллюзия присутствует. А тогда действительно там собрались люди, ну кто-то верил в свою гениальность, кто-то не верил, но и таковым являлся. И менялись только места обитания, да. Было сначала Монмартр, потом он стал дорожать, перебрались на Монпарнас. И действительно вот это кафе Ротонда, которое вы окажетесь сегодня, оно всё в репродукциях Модельяне, всё. А ведь было время, когда Модельяне там чашку кофе только получал, и то, но к нему очень гуманно относились. Потому что ему разрешали эту чашку кофе пить на протяжении целого дня. И официанткам было сказано, не подходите и не спрашивайте, будете что-нибудь заказывать ещё, как порой случается и сегодня, правда? Так что так действительно было, и я так рад, что я историей Модельяне, и не только Модельяне, его окружение, смогу делиться сегодня с вашей замечательной публикой, которую я очень люблю. Это же у меня, наверное, шестое уже выступление в Риге. Да, мы же помним. И солнце сегодня какое-то замечательное. Так что вот в 7 часов вечера в Доме Москвы я сегодня всех жду. Мне даже сказали, что вот праздники же были прекрасные, да? И что вот час, буквально час назад, по-моему, открылась касса. Так что приходите, я буду очень рад. И мне кажется, что самое интересное, проводя вот эти параллели, в Риге ведь тоже какой-то перекрёсток огромных, судя по, людей, которые здесь рождались, которые приезжали сюда. Рига – это безусловный город гений. Безусловный город гений. Ну что вы, вот я здесь оказался, ну, по велению сердца скажу так, потому что, ну, во-первых, выступление о Модильяне. Потом я здесь снимаю большой документальный проект, который мы делаем для канала «Поехали». Такой новый ребёнок, совсем маленький ещё ребёнок. Ну вот у меня там авторский проект. И несколько героев, связанных со странами Балтии, да, так можно сказать. Вот одна из моих любимых героинь – это, конечно, Вия Артманы. Знаете, вот произносишь это имя, и кажется, что с Балтики сразу тёплый ветер какой-то дует. Вот Вия Фрицена, мы ведь были с ней знакомы, но знакомы по Москве, по её приездам в Москву. И вот сегодня я, сегодня, вчера снимаю её историю, потом я расскажу, конечно, про Сергея Михайловича Эйзенштейна. До этого в Таллине я снимал фильм, ну, как-то не я, да, как будто мы пахали, я и трактор. Я, в смысле, с моими коллегами, с замечательными операторами, с режиссёром, с звукорежиссёром. Большой фильм о Сергее Довлатове, и повстречались с очень важным человеком в биографии Довлатова, с Тамарой Зибуновой. Потому что, знаете, я очень люблю, когда мы называем имена, которые, может быть, широкому зрителю, широкому слушателю, может быть, не на слуху, да, не знакомы. Но те, которые сыграли очень важную роль в становлении того героя, о котором идёт речь, и вот Тамара Зибунова, знаете, я когда к ней отправлялся, я почему-то заранее был в неё влюблён. Это была женщина, к которой Довлатов приехал в Таллинн, вот несколько лет у неё прожил, родился ребёнок, девочка, которую, кстати, не сомневались, как назовут, если мальчик Саша, если девочка тоже Саша, потому что отчество Сергеевна Сергеевича из Пушкина. И вот она какая-то такая настоящая. И, вы знаете, ведь очень опасно создавать таких кумиров, потому что, а вдруг прикоснёшься, как Флабер говорил, и останется позолото на руках. Но когда я пришёл к Тамаре Николаевне, я был абсолютно вознаграждён, потому что она оказалась ещё более чудесной, чем я себе представлял. И я думаю, что какая-то новая грань биографии Сергея Дональдовича Довлата вот предстанет в этом фильме. А здесь, в Риге, я познакомился с Кристианой, с дочерью Ви Артманной, и я просто в упоении от той встречи. Она нас настолько прекрасно приняла. Она так замечательно говорит о маме. И она такая тоже настоящий человек. А вот чем можно объяснить то, что Латвия действительно рождает вот таких удивительных людей, которые, ну, мне кажется, выходят за рамки одной страны, одной культуры, они понятны и востребованы на огромном пространстве практически всего мира. Ну, вы знаете, я не хочу сейчас кривить душой, потому что если бы мне такой же вопрос задали, например, в Эстонии, или такой же вопрос задали в Грузии, а я много написал книг и много сделал фильмов о тех людях, которые на свет появились в Грузии, и вот последний, предпоследний, да, это о Маяковском. Мало кто вообще ассоциирует Маяковского с Грузией, когда он говорил, что я в долгу, перед вами багдадские небеса. Думаю, он в Ираке, что ли, причем из Багдада. Багдади, село Багдади. Я думаю, что дело не в географии. Не знаю, может быть, я кого-то разочарую этим самым. Я думаю, что дело, ну, в том конкретном человеке. И, знаете, самое прекрасное для меня то, что я понимаю все больше и больше, что гений – это не обязательно тот, чего именно устах у всех, а гений – это тот, кто любит то, чем он занимается, и никогда не думает о каком-то резонансе, который произведет его поступок. И вот эти гениальные люди, они ведь правда нас окружают. Вот, знаете, я рассказывал историю Довлатова возле роддома. Я, когда делаю свои путешествия или программы, я всегда нахожу места, связанные с тем героем, о котором веду речь, собственно, поэтому программа «Место гений» называется. И вот мы приехали в роддом. У Довлатова ведь есть замечательный рассказ, как должен был родиться 400-тысячный житель Таллина, и его отправили в роддом писать репортаж. И он приехал, но должен быть публикабельный младенец. Когда там родился какой-то мулат, сказали никакого мулата, когда родился еще неподходящий национальности нет, в итоге родился какой надо младенец, был написан репортаж, все это было требование, чтобы назвали именем еще, да, там специально 25 рублей давали родителям, ну и так далее, и так далее. И вот я приезжаю в этот роддом, оказалось, что все было, конечно, совсем не так, что Довлатов… А там помнят, да, вот как в этой истории? Конечно, помнят, я встречаюсь с людьми, которые все это помнят, но потом это все-таки не так давно случилось-то. И оказывается, что Довлатов, да, такое задание, правда, получил, но родился ребенок у его друга, и они пошли отмечать. В итоге статью заканчивала его начальница. Но самое главное, что в этом роддоме появилась дочь у самого Довлатова, Александра Сергеевна, она как раз родилась именно там. И как мне Тамара Зибунова говорила, когда Довлатов пришел, ну, посмотреть на ребенка, она показала, она на верхнем этаже палата была, а Довлатов был в такой немножко приподнятом настроении, ну, как с ним случалось. И он сидел на бортике фонтана и, глядя на новорожденную дочь, упал в этот фонтан. Ну, достали, высушили, все было хорошо, но другой день. Выписывают рожениц, вы, пожалуйста, можете идти, а вы, Тамаре, врач говорит, пожалуйста, остайтесь. Он говорит, как, почему останетесь? Я видел вчера вашего мужа, говорит главный врач, мне кажется, вам лучше побыть в больнице. Наоборот, если видели моего мужа, я наоборот должна пойти быстрее домой. И я говорю, вот этот роддом, в котором сколько гениев родилось, а сколько еще гениев родится, может быть, мы их имена пока не знаем, но это же не значит, что эти люди не гени, правда? А вы смотрели фильм, ну, вот, о Довлатове за последний день, вот Говорухин снял. Я видел фильм Говорухина, да. Фильм Германа я, к сожалению, не успел увидеть, потому что какой-то очень был короткий прокат, несколько дней, и не случилось. То есть, вы, ну, вы никак не отражаются, эти картины, ну, в вашем исследовании, то есть, насколько, как судьба героя затем уже становится жизнью отдельной художественного фильма? Вы знаете, я фильм Говорухина посмотрел как раз вот накануне собственных съемок, ну, поскольку мы снимаем документальное кино, не игровое, но у Станислава Сергеевича, у него просто экранизация книги «Компромисс», и, по-моему, очень достойно сделан фильм, я получил от этого работы удовольствие. Про работу Германа я слышал разные оценки, разные мнения, но, мне кажется, это и прекрасно, потому что это же не 10 рублей, чтобы нравиться всем, да, там не 10 евро. Ну, я не оставляю надежды, что я этот фильм увижу, и вообще, когда работаю над фильмом, то я стараюсь основываться на рассказах тех людей, которые встречались с моим героем, а если уж это совсем далеко по времени, то я стараюсь, ну, знаете, оказаться в пространстве, в пространстве гения, как-то попытаться почувствовать. Я не то чтобы не верю в какую-то мистику, во что-то потустороннее, но для меня важно, ну, вот мое собственное ощущение от того, о чем я рассказываю. Например, есть замечательный фильм о Маяковском, который называется «Маяковский начинался так». И вот надо так было получиться, что этот фильм снимал дедушка моей жены. Но я этот фильм не смог, мечтаю посмотреть, но его снимали где-то в 50-е годы, просто, ну, обнаружить невозможно. Но я зато снял свою версию «Маяковский начинался так». Вот еще один мост, правда, от одного поколения к другому. А вот если говорить о Ви Артмане, насколько сейчас вот знают, помнят, насколько она востребована, скажем, в России? Потому что понятно, что она, ну, вот одна из ведущих актрис, гениев, там, латвийской сцены кино. Россия не забыла ли? Ну, тоже будет неправдой, если я скажу, что мы произносим имя Виа Артмане, и на лице появляется восхищенное выражение, правда? Все-таки прошло время, и не будь секретом сказать, что мы человека знаем по кино, правда? И для меня-то Артмане – это фильм-театр. Можно скажу вам одну честную вещь? Очередную. Я знал, конечно, что славу всенародную, любовь Виа Фрицевне принес фильм «Родная кровь» 63-го года. Никогда этот фильм не видел. И вот тут думаю, слушайте, ну, надо же честно работать. Думаю, я должен фильм посмотреть. Думаю, наверное, скучно. Ну, 63-й год. Какая-то там она играет паромщицу. Боже мой, это был такой подарок судьбы. Я включил, и я не мог остановиться. Это такая замечательная работа. И я, рассказывая про Артмана, я обращаюсь к своим зрителям и говорю, друзья мои, неудивительно, если вы этот фильм не видели. Посмотрите, потому что вы будете вознаграждены. И, конечно, Вио Артмане – это нормально. Сегодня знает, ну, лишь часть. Часть поколения, которые видела фильм-театр, правда, которому много лет, 40 лет этому фильму. Фильмы советские, в которых она снималась, не так часто показывают, чтобы их видеть. Это нужно захотеть посмотреть «Родную кровь». Но у Моэма есть фраза очень хорошая в театре. Он говорит, что чем больше актриса, тем большую паузу она должна держать. И вот мне кажется, что пауза в отношении Вио Артмане, в отношении памяти, она немножко затянулась. И вот я хочу эту паузу прервать и вновь громко назвать это имя Вио Артмане, потому что это была очень большая актриса. Это был замечательный человек. Я имел счастье лично с ней встречаться, чувствовать вот это солнце. Причем мы встретились, жуткая была погода, чудовищная просто. И она уезжала, мы в Москве встречались, она уезжала в Ригу, я спросил, во сколько поезд? Я говорю, в такое-то время. Я сказал, вагон. Она удивилась, назвала вагон. И я, помню, побежал и нашел букет нарциссов. И принес ей почти вот в этот уходящий поезд. Она сказала, вы принесли мне весну, вы принесли мне солнце, и с ним я поеду в Ригу. Ну, а сегодня в Ригу приехал я. А было ли что-то, что вас, ну, чего вы не знали, скажем, о Вио Артмане и узнали вот в ходе работы над фильмом, что-то, что удивило, поразило? Конечно, конечно. Ведь у меня всегда, понимаете, никогда нет сценария. Это самое, когда я делал свой первый документальный фильм, то я написал подробный сценарий, кто из моих героев, что говорит. А потом в итоге я понял, что, ну, как, это все равно, что я напишу завтра сценарий, завтра же не погода, правда? Что в 10 солнце, в 11 выглядывает, там, не знаю, туча заходит и солнце закрывает. И поэтому сейчас, когда я приезжаю, я знаю, что, например, я встречусь с дочерью, с Кристианой. Но то, что рассказывает она, очень часто для меня, рассказывала она, для меня стало очень много, было очень много открытий. И, конечно, когда я встречаюсь с собеседником, я узнаю очень многого, так и для меня это подарок настоящий. Потому что иначе это было бы неинтересно, равно как, я же не знаю ваши вопросы, правда? И поэтому мне, я всегда жду, а что вы спросите сейчас, что вы спросите сейчас? Я вам отвечаю. А если бы у нас с вами лежал сценарий, ну, к чему тогда все это? Ну, да, бывает и такое, когда просят придерживаться строгого сценария. А получается ли фильм, насколько его хронометраж позволяет рассказать? Огромный фильм, 52 минуты. Вы слушаете, это как раньше игровое кино, по-моему, час 10, 52 минуты. И 52 минуты моего монолога. Я порой боюсь, а хватит ли у меня знаний, хватит ли у меня информации. Потому что я же работаю без суфлера, я же работаю без сценария. Вот что на душе, что, знаете, как говорится, что на языке, что на уме, то и на языке. Но, да, не хватает времени, наоборот. Так что формат, я считаю, очень серьезный. Но для меня, понимаете, что очень важно. Ведь 52 минуты мы снимаем фильмы, не всегда это имя, которое, например, фильм про Фаину Раневскую. А, Фаина Раневская. Но мы снимаем фильм, например, про Целико Версаладзе. Это художник, который создал все балеты Юрия Григоровича. И Спартак, и Щелкунчик, и Легенда о любви. И вроде бы кажется, но балет это искусство какое-то очень далекое, очень высокое. Но начинают смотреть фильмы о Версаладзе. И становится так интересно. И для меня это самая лучшая награда, когда мне говорят, что эти 52 минуты так быстро пролетело. Мне хочется как раз раскрыть истории, которые, может быть, неизвестны. И рассказать о людях, которые тоже, может быть, не всегда на слуху. Вот я, например, хочу в Риге рассказать историю о вдове Евгения Урбанского. Я вообще не знаю, насколько сегодня поколение. Вы знаете Евгения Урбанского? Конечно, его трагическую гибель. И при этом замечательная работа еще-таки. Но я когда показываю фотографию, а, да, конечно, мы этого актера знаем. И ведь Зидра, она после смерти Евгения, она вернулась в Риг, она работала здесь на киностудии. Она снимала фильмы, и девочка, и их дочь. Она росла здесь. И для меня важно, чтобы это имя снова прозвучало. Зидра Рутенберг, скажем, для наших слушателей, чтобы было понятно. Да, это режиссер, это акт красавицы. Фильм «Альва» был знаменитый. И, вы знаете, я вот не хочу, когда я делаю фильмы, когда я делаю свои программы, вот именно представать каким-то лектором, понимаете, который... Я всегда говорю, что, знаете, вот для цифр есть Википедия. Я все-таки расскажу вот те истории, которые, ну, без меня... Не хочу много на себя брать, что без меня не узнаете. Ну, со мной как-то вот пришли, вот я вам сейчас эти истории и расскажу. У меня такое, знаете, как я для себя определил формат. У меня есть вечера в Доме актера в Москве. Они называются «Неизвестные об известном». Ну, вот я стараюсь открывать те грани, которые оставались в тени, и не потому, что они какие-то неприглядные. Вот это один из больших мифов о том, что вот надо рассказывать только какие-то желтые факты. Ложь. Ложь. Потому что я снимал, например, фильм про Людмилу Марковну Гурченко, и меня принимали в ее квартире ее муж Сергей. Замечательный Сергей Сенин, замечательный продюсер и человек достойный, как у меня такое представление сложилось. И я думаю, что он ждал вопроса про взаимоотношения Людмилы Марковны и дочери. То, о чем, по-моему, сняты уже километры фильмов. А я об этом говорить не стал. Не потому, что я выше, не потому, что мне это неинтересно, а потому, что есть о чем еще рассказать, и что будет не менее интересно, правда? И когда вот эти фильмы появляются или мои программы, вот для меня очень драгоценно одна женщина написала, она говорит, вы знаете, когда я смотрю ваши фильмы, у меня ощущение, что мы открыли окно, и пошел какой-то ветер свежий. Ну, это не очень, наверное, скромно такие вещи рассказывать, но для меня вот это определение, вот что мы делаем. Или, например, про Вью Фрид со мной, да, вот видите, я начал говорить, уже не остановишь меня. Я тоже, ведь тоже можно было много историй, которые, может быть, какие-то не самые-самые приятные, но которые якобы интересны. Неправда, неправда. Мы рассказывали, знаете, самый, как Булгаков говорил, что правду говорить легко и приятно. И самое главное, что ее интересно слушать. Хочется верить. Вот сегодня как раз у наших слушателей будет такая возможность, 3 апреля, во вторник, приходите в Дом Москвы услышать про Модильяне. У нас сейчас короткая, небольшая пауза, после чего мы вернемся. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Я напомню, что сегодня у нас встреча с российским биографом-писателем Игорем Аболенским, автором и телевизионных программ фильмов. И сегодня, 3 апреля, вы можете прийти в Дом Москвы и как раз попасть на авторскую программу, посвященную жизни Амедео Модильяне. Вот удивительно, меня всегда, кстати, тоже занимал вопрос, почему Модильяне и Пикассо, которого иногда называют Пикассо, они не то чтобы недолюбливали друг друга, но вот живя рядом, будучи двумя гениями, они как бы старательно обходили друг друга. То есть, вроде бы уважительно относясь, но кроме… Я думаю, что это миф, что они обходили друг друга. Что касается ударений, то в Испании родился мальчик Пикассо, а в Париже он стал Пикассо. И вот один из моих героев, очень для меня дорогих, это Хаим Сутин, друг Модильяне. Кстати, который на самом-то деле, вот здесь соотношения были, ого-го, какие я об этом расскажу. Он ведь родился на территории Белоруссии сегодняшней, и в Париже он стал Сутин, так что вот. А что касается, между прочим, Сутин, с него началось вообще американское современное искусство. Вот те, кто любят Джексона Поллока, они должны понимать, что его учителем был Хаим Сутин. Об этом сегодня тоже буду рассказывать. А что касается Модильяне и Пикассо, то вот это якобы вражда. Да, я думаю, что всё-таки это, ну, мы это воспринимаем после фильма, достаточно интересного фильма с Энди Гарсией, но те книги, которые читал я, всё-таки там вот какой-то такой вражды-вражды я не увидел. Мало того, ведь всё-таки Пикассо, он же был, ну, такой признанный гением уже при жизни, чего не было, к сожалению, у Модильяне. Ну, чуть бы он подольше бы прожил, мне кажется, он умер уже буквально на пороге. Вы знаете, это самое, вот то, что мы обожаем говорить, «бы», вот в истории, да, «бы», это также Продовлатова. Вот чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Вы знаете, это когда вот снимаешь кино с плохой погодой, говорят, вот, а на следующей неделе обещают солнце. Друзья, на следующей неделе обязательно будет солнце, но только на следующей неделе будет завтра. Вот. Поэтому да, наверное, хотя он выставлялся, он продавался, денег больших не было. Его порой, знаете, с Ван Гогом путают, да, что вот у Ван Гога одна только работа была продана. Вот то же самое думают про Модильяне, ну, у него все-таки была, по сравнению с Ван Гогом, более успешная жизнь, если применимо к судьбе Модильяне, такое выражение. Так вот, Пикассо его признавал, и он входил в его круг. А это вообще ведь был, знаете, такая вот, ну, лакмусовая бумажка, вот рядом или не рядом. Фотографии есть знаменитые, где они стоят оба, и есть портрет Модильяне, который написал Пикассо, так он в кубизме, в силе кубизма, и есть портрет Пикассо, который написал уже Модильяне. Вот такой, так то, как нежно, как романтично писал Модильяне. Это очень интересно. Вообще, знаете, Модильяне, это, конечно, как оказалось, имя-бренд. Потому что, у меня бывают вечера, разные темы, но самая популярная тема, это тема Амидео Модильяне. Просто вот даже, мы говорим о нем, применимо к выставкам, без выставок, просто Амидео Модильяне. Ну, наверное, флёр вот этой судьбы, как-то он привлекает. Порой говорят Амидео. И вот ведь звали Амидео. Амидео, они тоже не случайны. Моцарт. Как он писал? Как это могло рождаться? Абсолютный Моцарт, правда? Вот мне кажется, мне кажется, так это, так и было. А вы знаете, я вот сейчас шёл к вам через город прекрасно, обожаю Ригу, очень люблю. И понял, вспомнил такую историю, когда Вия Артмане снималась в фильме «Родная кровь» 1963 года. Я почти как пиарщик этой ленты называю название, но уверен, что действительно она равнодушно у меня снята, как и замечательно. Фантастика. Вы видели эту работу? Я очень давно, вот у меня остаются какие-то просто кадры из этого фильма. Посмотрите, замечательно. Во-первых, красавица. Прекрасная игра, замечательная режиссура и почти гениальный оператор. Черно-белый фильм, да, как раз, да. И знаете, когда она получила назначение на эту роль, то не отпускали из Риги. Она же играла в театре, в Райнице, да? И не отпускали. И тогда режиссёр съёмки перенёс вот сюда. Приехал Матвеев, который играл её партнёра, замечательный, Евгений Семёнович Матвеев. И вот он смотрит на Артмена и говорит, нет, ну слушайте, ну она идёт как балерина. Какая из неё паромщица? И вообще, что я вот это должен любить? Это он сам рассказывал. Артмены испытывают к нему абсолютно такие же чувства. А как играть? Любовь. И что сделал Матвеев? Он сказал, а вы можете мне показать старую Ригу? Вам что, это интересно? Удивилась Вия Артмена. Он сказал, не просто интересно, а я ещё хочу увидеть могилу Яниса Райниса. И Артмена просто завизжала. Она сказала, боженька, он знает Райниса. И тогда Матвеев прочитал несколько строк из Райниса. А Вия Фрицевна прочитала уже его на латышском. И случилось. И потом появился этот блестительный фильм. Я, кстати, тоже знаю из Райниса несколько строк. Ведь ему оставалось, по-моему, два дня жизни, когда девочка к нему пришла, школьница. Знаете эту историю? Нет. И он ей написал в альбоме такие строки, что скажет юному старик почтенный, живи достойно, не пеняй на жизнь, достичь всего ты должен непременно. Есть заповедь любить, её одной держись. Ну и тут можно перебросить мостик, что стихи Райниса многие переводила Анна Ахматова на русский язык, которая, в свою очередь, была возлюбленной Амедео Модельяне. Да. Вообще, Анна Андреевна ведь очень много переводила. Она переводила и армянскую поэзию. Я сейчас снимал несколько фильмов в Ереване. И когда она переводила армянскую... Скажу честно, я небольшой поклонник того, как переводила она. У меня кто-то спросил, а что вы армянский что-то знаете, чтобы такие выводы это делать. Но не обязательно знать, чтобы ложиться или не ложиться. Ну уж простите, какие-то стихи Ахматова мне нравятся, какие-то нет. Ну это была, наверное, для неё подзённая работа для заработания денег. Может быть, она... Ну, конечно, это был заработок, но, например, Мандельштам, который, конечно, авторитет, он её называл даже Ануш за её переводы армянской поэзии. Ануш вообще это по-армянски можно сказать, ну будь здоров, да, вот Ануш. Но о каких Мандельштам писал стихи о Ереване, это же тоже невероятно. И тоже мостик, правда, от нас, ну, я имею в виду от культуры, связанной с Москвой, с Россией, ну, привычной нам, я уже говорю, с позиции московского гостя, да. И вот мы говорим о Мандельштаме, мы говорим про Армению. И то же самое мы говорим и про Ригу. Идём, пожалуйста, русский театр имени Михаила Чехова, да, судьба Михаила Чехова и история Эйзенштейна, с которым они встречались, когда Эйзенштейн отправился в своё заграничное турне. Или я еду по Риге ночной, и светится эта высотка, да, а рядом дом, где жила Вера Мухина. Опять-таки, да, огромные, вот всё время проводишь невольно параллели, как в Париже огромное количество гениев на единицу площади. И в Риге тоже самое. В Риге, да. И в Риге тоже самое. А сколько гостей, знаете, тоже Артмана рассказывала, она как-то вышла из театра и встретила, знаете, кого? Ландау. Приехал Ландау, который любил Ригу. И он спрашивает, Вия, вы играете любовь. А вы знаете, что такое любовь? Я думаю, кто-кто, а Вия Артман знал, но она почему-то засмущалась. Ну, Ландау спрашивает, вдруг как-то не так ответит. Сказал, нет. И Ландау ответил, да, очень просто. Любовь – это полная сосредоточенность на одном человеке. И Артман говорил, боже мой, гениально, и всё просто. Формулу, да. Да. Друзья, вы можете, кстати, задать вопросы 67212-9399, 67213-9399 писать в нашем видеочате. Ну, а пока вот спрашиваю, вы заговорили как раз о Ереване, о Грузии, а могли бы вы рассказать о своих путешествиях, о том, что, в каких местах? Спасибо вам за ваш вопрос, потому что это для меня такой очень дорогой, и не хочу даже обижать словом проект, очень дорогое дело, потому что я стараюсь показать те страны, которые люблю и, смею надеяться, немножко знаю, своим путешественникам. И вот мы отправляемся в Армению, в обожаемую мной Грузию, мы бываем в Стамбуле. Ну, есть несколько таких, знаете, мест, которые я очень-очень люблю, и вот мы в мае едем в Армению, и одно из мест, через которое я буду знакомить с историей этой страны, это дом Мартироса Сарьяна. Вот вы, скажите мне честно, знаете художника Мартироса Сарьяна? Нет. Вот. Это совершенно нормально, хоть и печально, наверное, для Мартироса Сарьяна, хотя я думаю, что ему-то все равно, но тем драгоценнее для вас будет это открытие, потому что Мартироса Сарьяна был прекрасный художник, он учился у Серова, у Коровина, и вся его работал в мире искусств, очень хороший художник, дорогой, между прочим, на аукционах стоит он сотни тысяч евро, но бывают художники, которые стоят дорого, но которые можно отвернуть к стене, и пусть они так стоят, и мы даже никогда про них не вспомним. А вот Мартироса Сарьян, это, вы знаете, это такой подарок, вот у него недавно была выставка в Третьяковской галерее, и мне рассказали служители, что подошла женщина и сказала, ой, я как в сауне побывал, они испугались, может, кондиционер плохо работает, они под них, а жар от этих картин идет, вот это солнце, этот абрикосовый цвет, и я познакомился с его внучками, Мартироса Сергеевича, Трузанна, она директор музея Сарьяна, Софья, она главный хранитель, и они так меня провели по, даже не по дому, а по судьбе деда, что я вернулся в Москву, и понял, что я скучаю по Мартиросу Сарьяну, и я вот уже считаю дни до 17 мая, когда мы отправимся в Ереван, и будем смотреть, конечно, и дом Параджанова, хотя я вот оказываюсь в пространстве Параджанова, и я понимаю, что я никого больше не люблю, я вот хочу говорить только о Параджанове, а выходим от Параджанова с огромным подарком в сердце и в душе, проходит какое-то время, мы идем к Сарьяну, и думаю, боже мой, ну что же может быть более прекрасно, чем работа Мартироса Сарьяна, ну это здорово, правда, когда мы можем делать то, что нас вот как-то заставляет сердце биться быстрее. А сколько продолжаются вот эти поездки, то есть за какое время? А вот у меня есть сайт, так называется игоряболенский.com, ну просто Игорь Аболенский, да, и сразу этот сайт покажет, и там у нас есть расписание, они какие-то 4 дня, а все же работают, нет возможности, я-то мечтаю поехать дни на день, знаете, в какую страну ни приехали, все так говорят, почему только 4 дня, приезжайте к нам недели на 3. Друзья мои, я бы на месяц, да, но вот как, очень сложно, поэтому бывают недельные, бывают 4-дневные, вот, например, сейчас мы едем, вот, послезавтра в Стамбул, и знакомство, как я начинаю, с чего, с городом Стамбул, бывали в Стамбуле? Конечно, да. А бывали в музее невинности? До музея невинности не дошло. Вот вам ориентир. Музей невинности, который создал писатель Архан Памук, лауреат Нобелевской премии, а я вообще коллекционирую встречи, и знакомство с Памуком, это такая вот в моей шкатулке очень важных для меня дорогих встреч, вот он автор многих книг о Стамбуле, о Турции, и у него есть книга «Музей невинности». Я не буду рассказывать, о чем эта книга, не буду лишать радости и открытия тех, кто эту книгу распахнет после этого разговора, может быть, да, и будете рады. Так вот он потом создал музей, который посвятил этой книге, или книга посвящена музею, здесь уж связь понесложна, но, когда ты приезжаешь в Стамбул, и вроде бы надо идти, там, либо в мечеть, либо в какой-то, либо в какой-то, там, не знаю, музей, посвященный Византии, или Османской империи, а мы идем в музей невинности, и встречает нас огромное панно из окурков. Это не реклама, и не антиреклама, это факт. Что значит эти окурки? Они собирались в те мгновения, когда главный герой ждал свою любимую. Надо было догадаться. Огромная стена! И написано, вот это я собрал так, когда она опоздала на 5 минут, а это появилось тогда, когда она пришла вовремя, а это, когда я смотрел в окно, и она шла по улице, а это я плыл на кораблике, и думал о ней, такой гимн любви на каждом этаже, три этажа. Очень необычно, правда? Но Стамбул вообще, мне кажется, какой-то мост между Востоком и Западом, потому что это и мост в античность, в византийскую историю, опять-таки, в византийской истории, это мост к российским каким-то корням глубинным. То есть, ну, я думаю, что-то... И самое главное, что очень много еще осталось, то, что мы можем увидеть, ну, вот подлинного, настоящего, например, в Стамбуле живет Вера Холодная. Мне как-то звонят и спрашивают, а куда ты? Где? Я говорю, я у Веры Холодной, не рано. Я говорю, нет, Вера Холодная – это внучка легенды немого кино, Вера Холодной. И я стараюсь, чтобы мои путешественники тоже с ней повстречались, потому что подружиться – это уже другое дело, там, да, как-то стать близкими людьми, но просто вот коснуться человека, да, вот той самой волны, и ты понимаешь, что это... Или мы идем, например, показывать дом, где жил генерал Чернота. Понятно, что генерал Чернота – это придумка Михаила Федоровича Булгакова, но откуда это все? Это были рассказы его второй жены, которая там жила, и мы видим эти стесанные уже от времени мраморные, марши лестничные, и верим, что действительно, ну, может, не Чернота генерал ходил, ну, там, генерал Ермолов или, там, генерал Трубецкой, неважно, но тот дом, где жила русская миграция, тот дом на крыше, который находится православный храм с православным крестом, с этой маковкой бронзовой, и знаете, как это дорого, когда ты идешь по городу, который, ну, всюду минореты, крики муэдзинов, да, пение муэдзинов, и вдруг ты поднимаешься на крышу, а там тебя встречают мир всем и русские иконы, и ты оказываешься в каком-то очень теплом, таком очень-очень настоящем, настоящем месте. Так что, вот мы делаем, я постараюсь, чтобы вот из этих путешествий, знаете, не из серии Википедии, что высота, толщина и так далее, так далее, а что-то было для души, потому что, вот есть монастырь очень древний в Грузии 12 века, он называется Вардзия, и 11 этажей, представляете, как в те годы строить, и как-то у меня тоже были гости, мы приехали, а там есть храм, где, кстати, фрески с изображением царицы Тамары, царица Тамара, это 12-е золотая эпоха Грузии, и путешественники захотели сделать фотографию, а монах не позволил, и мои гости стали говорить, ну, пожалуйста, мы без вспышки, а монах ответил, дело не во вспышке, фотографируйте на свою душу, потому что это всегда будет с вами, и вот для меня это моя мечта, чтобы когда мои путешествия, мои книги, или мои авторские вечера, вот как, например, сегодня вечер Модильяне, вот уносили, ну, правда, я действительно хочу, но чтобы вот на несколько мгновений, там, несколько минут, несколько, там, пару часов, ну, вот какая-то другая формула воздуха была вокруг, и чтобы человек вышел, ну, и почувствовал, что он стал другим. Ну, и вот эту частичку, частичку этого вечера, действительно, унес с собой по жизни, сегодня приходите на авторскую программу Игоря Боленского, Модильяне, Искусство любви, Дом Москвы в 19 часов, спасибо огромное, говорю вам за встречу. Спасибо вам, друзья, до встречи, буду очень рад.